Я тут за грибоченьками выбралась. Белых мама говорит нет. Ну, хоть подосиновиков, наверное, замариновать надо собрать. О, большие какие стоят. Лисичек, может быть. Посмотрим, что мне попадётся. Я ещё до леса не дошла. Это в поле берёзки, которые... И вот тут, прямо рядом с дорогой... Вон она, дорога. Вот грибоченьки. Подосиновые. Только растут под рябинкой. Вроде подосиновики сейчас не червивые. А белая мама говорит, если попадаются, то они червивые все. Вот этот уже большой, но... Вроде чистый. Вот. Там большие я трогать не буду. Пусть растут. Мне такие большие не надо. Буду... Вот такие мариновать. Красивые. Дальше надо лезть. Красота. Пойду туда без корзинки. Тут очень частый такой лесок. Молодые берёзы. Лазить здесь не очень удобно. Это старый, но он не червивый. Правда, улитка поеденная. Этот молодой. Вот этот совсем старый. Его я брать не буду. Там я ещё впереди видела. Подберёзовики сейчас червивенькие. По большей части. Буквально парочку чистых маленьких нашла. Вон там вижу подосиновик. Он по центру оранжевеет. Это подосиновики вот такие с серыми ножками. Ой. Фокус сейчас. Вот оно. В лесу ещё растут с белыми ножками. Вот это с красной ножкой. Это другой вид. Ну, все они подосиновики. Ещё раньше знала пару мест подосиновиками. Полностью белоснежные. И шляпки белые, и ножки белые. Они редкие считаются. Ну, я давно не видела. Не потому, что они пропали, а потому, что я как бы не попадала на время, видимо, их плодоношения. Мне они просто не попадались в последние годы. Что-то я ещё до леса не дошла. Как обычно. Ай, у меня дерево платочек снимает. Листики я обычно без фанатизма прилипли и прилипли. Всё равно дома снимать. А так грибочек сохранней будет. Поэтому всё можно дома. Вот, ножик закопался. Вот такой лук. Вот. Так. Полезли дальше. Вот я всё лезу к лесу. Ой, вон там грибочек. Мать. Маленький. Красноногий. Так. Видно ещё кого нет? Вон там я что-то видела. Надо попробовать пролезть. Потом вернуться опять сюда, к краешку. Там оранжевое что-то было, но не факт, что это подосиновики. Может быть, Олег, подосиновики. Только большие. Очень большие. Вот. Они уже старые. Их я трогать не буду. Маленьких рядом я не вижу. А вон там вижу что-то оранжевое. Здесь здорово. Здесь нету такой травы густой. Ой. Но куча тоненьких ещё осталось деревьев. Потом это, конечно, вырастет в большую рощу. Здесь будет легче ходить. Ну, пока так. Так, этот большой я тоже не буду трогать. Вон тот средненький. Вроде не чешный. И вот маленький. Ну, как маленький. Самого лучшего размера такой. Вот тоже пирулитошный. Вот этот старенький. А вон там ещё огромные лопухи. Ну, к ним стоит подходить, потому что рядом могут быть молоденькие грибочки. Вон там. Вроде там тоже, но туда я потом пойду. Вот так вот и лазишь. Ещё не успев дойти до леса. Но сейчас и в лесу грибов много. Вот большие грибы. Вот. Маленьких я пока не вижу. Явно здесь Ирина Александровна не ходила. Она сразу так, это как лось в лес ломится. Но здесь и никто не ходит. Все привыкли, что грибы в лесу, а не тут. Поэтому сюда приятно заходить. знаешь, что если здесь нет, это не потому, что кто-то собрал, а потому, что их просто нет. Вон туда я видела здесь грибочки. Они тут тоже старые уже. Вроде маленький, но ничего такое. Если что, на сушку пойдут. Вот так маринад. Белых я уже не факт, что дождусь. Я все-таки надеюсь, но будут еще и подосиновички. Вообще, я тут подумала, поскольку я их почти не ем, Артем их вообще не ест. Мариную я все это заготавливаю просто ради удовольствия пособирать. Фу! Там омар в рот залетел. Фу! Вот так вот трындеть в лесу. Вот. То, в принципе, если у кого-то есть желание, я могу сделать на заказ баночки маринованные и привезти на рептилиум. Вот. Не знаю, сколько. Баночки будут, я люблю, 700 граммовые. Вот. Будет, наверное, баночка подосиновиков или лисичек. я думаю, стоят 500 рублей. Белых, если они будут, конечно, дороже. Еще даже не знаю, сколько будет. Просто грибов-то уходит много на банку. Поэтому кто-то прошелся. Вот. Если кому-то интересно, вы мне напишите, потому что и мне будет польза, точнее, совам на мышах. Фу. И вам приятно. Мои грибы хвалят. Мария Маркина, например. Она очень такой. Ей не просто угодить. Ну, надо, сначала сделать, потом показывать и уже смотреть, как, чего. Так, вон, подосиновик. И не один. Бедные, голодавшие улитки. Все лето ждали еды. И вот дождались. Но на самих грибах их сейчас не сидит. Что-то они разбежались все. Вот этот, возможно, червивый будет проверить. Вот. Ладно. Надо выходить, идти, идти в лес. А то я так до него не дойду. Все, я пришла в лес. Вот такая добыча у меня из дне леса. Ну, почти пол корзинки уже. И вот он еще один вид подосиновиков подосиновиков. Это такой серо-оранжевый. Он, конечно, страшненький. Сейчас, на самом деле, они очень красивые. Это дожди от улиток. И вот эти подосинки здесь все время попадаются. Тоже не всегда, конечно, но они здесь живут. Они здесь грибница. Вот. Тут уже вроде кто-то ходил, мама, наверное. Поэтому она шла тоже как-то странно, потому что вон подосиновики стоят еще. Тоже уже большие. Может, она их просто брать не стала. Подосиновики вот. Большие и лисички несколько штучек. Белых не видать. тут тоже особое подосиновочное место. Здесь живут подосиновики с красными ножками. Например, вот. Такие вот малята. Ой, их тут четыре пять штук. Вот. Как обычно рассказываю, что грибы срезать не обязательно. Учеными доказано, что им все равно. Для грибницы лучше, если грибочек аккуратно выкручивать и потом ямочку прикрывать, не оставляя ее голенькой. Вот. Потому что вот я его опломила, это плодовое тело. А сама грибница, вон она, беленькая, и она идет под землей. Вон то беленькое, это грибница подосиновик. Вот. И ничего ей не случится, если с нее оторвать плодовое тело. это это как яблоко с яблони сорвать. Такие малявочки. Вот. Вы же яблочки когда срываете, там терешочек отрывается, да, но яблони ничего с ней не будет. Но если вы начнете собирать яблоки, отпиливая ветки, тогда, конечно, это будет плохо дерево. Вот. Так что переживать не стоит. Здесь мы собираем грибы годами, поколениями. Вот так. Кто-то, конечно, отрезает, но когда остаются торчать вот эти куски гриба, они могут какую-нибудь заразу занести в грибницу. А еще грибница думает, ну, возможно, думает, что у нее там растет гриб, благополучно зреет и дает споры, то есть семена. И больше не выпускает других грибов. Думаю, что зачем хватит этого. Вот. А если гриб отломится со своей жопой, то грибница следующий пошлет. Мне же надо споры дать. чтобы потомство получить. Вот и все. Вот такое полуболото. Оно как раз такие подосильники любит его. Он уже вот. В синем пакетике сейчас лисички стала складывать. вот это растут варушечки. Летние опятки. Очень ароматные, красивые, молодые, нажористые. Они очень приятно пахнут, отличаются от всяких поганок тем, что у них молодых вот такая юбочка. То есть полностью закрыты пластиночки мембраной. Когда они подрастают, мембрана лопается. Здесь еще не лопнула. Здесь нету больших. Потом покажу на каких-нибудь еще маленькие. Вот и получается юбочка на ножке. Ну и они вот этот светлый круг обязательно на них такой. Каемочка потемнее. В общем, очень замечательные грибы. Очень душистые. У них душистый грибной запах. Очень приятный. Я их тоже соберу в пакетик отдельный. Может на что-нибудь на какое-нибудь блюдо и насобираю. Вот такую мелоту нашла. Грибочки на палочке. Вот такая палочка и на ней грибочки. Микро. Хочется унести с собой, но, к сожалению, дома они так расти не будут. Такая красота. Вот тут тоже такое болотце. Не до болотца. Подосиновички здесь. я корзинку уже поставила. Хожу просто кругами вокруг корзинки. вглубь не не потеряться. Чистый. На редкость чистый подберезок. Вот тут мох растет. Вот они. Красивые серые подосиновики. Так они выглядят. подосиновики. Вообще не скажешь, что подосиновики. Традиционно они должны быть красненькими. Ну, или оранжевенькими. А этот плохой. Но они здесь вот такого вида. Заедают уже эти лосиные пши, мухи. Осень. Сейчас они будут очень... сегодня хоть дождь прошел, они не так активны. А вот в жаркую погоду, солнечную, сухую, это просто напасть какая-то. Вот. Очень неприятные насекомые. Они еще залежают сразу под одежду, бегают там везде. И кусаются достаточно больно. Жалят. потом чешутся. Поэтому их давить надо сразу. Старенький грибочек. Его какая-то мышка сверху грызла. Мы его не будем беспокоить. Я уже корзинку вообще так, с трудом таскаю. Она тяжелая уже. А я еще даже не нагулялась. вообще в таких ситуациях наверное надо вызывать Артема на квадроцикле с пустой корзинкой, чтобы он у меня полную забирал. Пустую не оставляла, да и ехал бы домой с полной. А я бы еще погуляла. Если уж он сам не хочет в полис сходить. Вот большой подосиновик, но он хороший. Он просто большой. Вот еще свежая шляпка совсем. Его заберем. Маленьких тут рядом нет. Пантерный мухомор. Вот его лучше вообще не трогать. Если красные мухоморы они безобидные такие, то эти совсем не безобидные. И ядовитые. вот пенек уже со взрослыми летними опятами. Тут как раз можно посмотреть, как они выглядят уже зрелые. Цвет не передается. Вот так вот показывает цвет. Руку цвет меняет, а так вот уберешь, а не другого. Вот они их маленькие. То же самое. это летние опяты. У нас их ворушками называют. Вот они уже такие. Их можно есть, потому что они еще споры не начали давать. Вот когда у них белый налет снизу появляется, то уже все. А эти еще нормальные. В принципе можно собирать, готовить. Я правда такие не люблю. Я люблю маленькие. Вот ну как вот выглядит. Ножка у них жестко несъедобная. вот здесь даже юбочки. То есть маленький остаток от юбочки видно, а так ее практически нет. Вон они. Запах у них сохраняется. Вот этот вот кружочек сохраняется. Вот они очень красиво вот так вот выглядят. Аппетитные грибы. но я предпочитаю собирать те, которые еще не раскрылись или только-только вот раскрылись. Эти уже такие пожившие. Мама такие обычно собирает. Но они хорошие, они годные. Сразу много. Ну набрала я почти полную корзиночку. Полную это если вот еще лисички добавить и варушки. Они просто в пакетиках. А так если дополнить до верха тяжело очень будет. Она и так весит уже килограмм десять. Вот. Она большая. И пойду домой. Вообще совсем немножко ходила. То есть недалеко. Вот основной вот так вот прошла вот так по полукругу. И вот в этих березках я первую половинку корзинки собирала под осин веках. Тяжело носить. Кто кого я вижу. Ух ты. Щитин. Ничего ся. Я думала они только летом бывают. Вот они. Привет. Это же древнее доисторическое животное. С уникальным циклом развития. Ну они значит как дожди пошли так сразу и вывелись. Сейчас они отложат икру которая будет храниться в грунте пока новые лужи на следующий год не появятся. Давай беги. Вот он еще один. А нет это шкурка. линяная шкурка. Так ну ты такой классный. Я вас прям не видела уже лет наверное 15 если не больше потому что лужиц не попадалось. Вот такой он вообще щитинь. он ровесник трилобитов по-моему. Интересно еще есть почему-то он тут только один. Да больше не вижу хотя они маскироваться умеют. Но это вот его шкурочка видимо была он полинял и сам он в соседних лужах надо смотреть. Надо же я их видела в лужах на полях у нас еще тогда когда трактора ездили и раскатывали вот такие колеи потому что сейчас в полях нигде у нас луж нет. Все давно заросло вот и увидеть здесь его в лесной такой колее это конечно удивительно но я пока других не вижу ну в общем очень интересная встреча и находочка интересно он один может размножиться вот этого я что-то не помню не знаю я про них читала но давно и как-то не приходило мне в голову на это внимание обращать просто он пока тут один но на самом деле я надеюсь что я не вижу просто других так хотя он заметный вот он куда ушел прекрасный зверь ну ладно пусть живет поживает надеюсь его никто не задавит здесь все они просто они не они они Продолжение следует...